27 ноября, воскресенье, благоприятный день для финансовых операций и деловых переговоров. Солнышко находится в 34.6 в экзальтации. Благоразумие, обладать мудростью для переоценки. Разборчивое применение силы ведет к гармоничному результату. Вы учитесь применять силу, чтобы поддерживать ситуацию. Реализуем через 20.6 отражение. Рассматривать вопросы, которые принесут пользу обществу. Ваше присутствие умножает практические знания, и каждый может применять их в жизни на практике. Помимо этого, дизайн человека дает посыл убедительность, врожденное стремление оставаться верным себе при любых обстоятельствах. С внутренним спокойствием и уверенностью вы принимаете все, что дарит вам Вселенная, находясь в ощущении потока. В целом, в этот день очень важно делать то, что вы хотите. Отказываться от тех обстоятельств, которые вам чужды. Находитесь в своем собственном ритме и цените момент настоящего. Он никогда не повторится. В этот день может открыться какая-то глубинная сторона вас, другим людям, или какой-то секрет от других людей специально для вас. Хорошо сделать очистительные практики, например, поголодать, сходить в баню или помолиться. Могут приходить инсайты и озарения. Ответы на вопросы, которые по каким-то причинам вас волнуют. Ловите знаки, но применять их, скорее всего, получится чуть позже. Энергия на заработок для близких. Тех, кто разделяет ваши ценности. Умение восстанавливать силы вовремя. Желание выразить любовь через совместное времяпрепровождение или хороший день для бизнеса. И это воскресенье, день солнца. Лучше всего гармонизирует солнце ранний подъем до 6 утра или до восхода солнца. По Москве солнышко встает 8.29. Помните, кто рано встает, тому Бог дает. Очень важно хотя бы раз в год встречать рассвет. Делать практики приветствия солнцу, сурья, намаскар. Это гармонизирует жизненную энергию праны и стабилизирует огонь в теле. Когда жизненная энергия в человеке есть, он чувствует себя живым. И огонь пищеварения позволяет нам разогнать иммунитет. И все процессы, связанные с пищеварением, работают адекватно. Также очень хорошо употреблять какие-то солнечные специи, типа шафран, корица, которые подчеркивают влияние на иммунитет. Также хорошо делать пожертвования в храмы, гулять, напитываться солнечным светом, совершать какие-то паломнические поездки. Поскольку воскресенье — это день Отца, очень хорошо делать техники прощения и благодарения, направленные для того, чтобы вы простили какие-то обиды на Отца или на каких-то других обидчиков. Потому что если нет уважения к Отцу, закрывается солнечный аспект жизни, который отвечает за реализацию себя в социуме, за какую-то яркую позицию в жизни, за момент того, чтобы нести свет людям, за тему лидерства, принятие ответственности на себя. Простой, но действенный способ — левой рукой каждый день в течение 90 дней прописывать. Главная цель моей жизни — Божественная Любовь. С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях. Папа, прости меня, я тебя прощаю, я тебя благодарю. Такую практику можно делать на любого человека, но начинать ее лучше с Отца. Если у вас много обидчиков, то лучше сначала прописать по одному человеку в течение 90 дней эти же слова, а потом сделать 10 поклонов человеку, которого прощаете и благодарите. Благодарите за весь опыт, который вы получили. Если человеку уже нет живых, можно мысленно представить его образ. И эта практика может быть усилена тем, что прописывать эту фразу можно 3 раза в день. И в конце нужно избавиться от всех вот этих прописываний, сжигая тетрадку в определенный день. Очень важно желать счастья всем живым существам, культивировать себе все, что связано с радостью, и хотеть отдавать это другим. Важно избавиться от гордости, надменности, импульсивности, язвительности, враждебном настрое, высокомерии, неуважении, эгоизме, длительном гневе и недоверии жизни. Солнце – это свет. Свет, освещающий наш путь. Когда мы просто ему доверяемся, солнце нам показывает, куда идти, и вопрос недоверия не возникает. В воскресенье благоприятно заняться планированием деятельности на ближайшую неделю. В ведах неделя начинается как раз с воскресенья, а в понедельник уже второй день недели. Хорошо заниматься внутренним самопознанием, благоприятно заниматься практиками по работе с родом. Можно сходить в церковь или просто помолиться за своих близких. Посещать храмы и священные места. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца. Это ответственность за себя и окружающих, великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм, лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение, уверенность к себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. То есть солнечный режим. Мы должны вставать, когда солнышко всходит, и ложиться спать или готовиться ко сну, когда солнышко уже село. При этом солнце находится в Скорпионе, в созвездии Анурадха, дает оптимизм, умение делиться, благоприятно заниматься духовными практиками, строить команду через узнавание процесса. Потенциал дня в партнерстве. Старайтесь быть окруженными теми людьми, которые в вас верят. Хорошо изученный процесс и структурность помогут вам заработать и навести порядок в сексуальной сфере в том числе. При этом это четвертые лунные сутки между добром и злом. И помните, что путь борьбы – это не ваш путь. Велик соблазн отвечать злом на зло, а агрессии на агрессию. Попробуйте по-другому. Потому что отвечая злом на зло, вы не уничтожаете его, а просто увеличиваете, причем многократно. Всегда можно отвернуться и не реагировать на зло. В этом и есть проявление внутренней силы. Найдите возможность не отвечать силой на силу, и вы обезоружите тех, кто на вас нападает. Зачатый в этот день ребенок будет нежным и благодарным. Из него вырастет прекрасный семьянин, который никогда вас не бросит. Древности считали, что с рождением такого ребенка в семью возвращается дух одного из предков. В этот день нежелательно бурная активность, лучше предпочесть спокойные занятия и созерцательность наблюдать за тем, что происходит. Могут возникать шансы, кажущиеся благоприятными, но впоследствии способны разочаровать. Поэтому надо проявить осторожность и очень хорошо обдумывать любые предложения. Лучше не спешить и не принимать скоропалительных решений. Интуиция подскажет вам верный ответ, если вы сумеете успокоиться и найдете время, чтобы в уединении хорошо поразмыслить. Посвятите как можно больше времени отдыху. Хорошо, если удастся подольше поспать. Старайтесь никому и ничему не верить на слово и не позволяйте выбить себя из колеи. Всеми силами сохраняйте мир и покой в душе. Провоцирующие факторы могут возникать буквально на пустом месте, но вы должны знать, что нельзя поддаваться на провокации, потому что даже небольшая вспышка эмоций способна привести к большим неприятностям. Скройтесь временно в собственную раковину и переждите там возможные бури. В таком случае гармония быстро наладится. Лучшее, что вы можете сделать в этот день, это настроиться на безусловную любовь, прежде всего к самому себе. Тогда никакие влияния нежелательных энергий будут вам не страшны. И можно сделать практику на четвертые лунные сутки, исцеляющие звуки. В этот день очень важно окружать себя какими-то гармоничными звуками. Это может быть музыка, это могут быть какие-то песни, вы можете просто петь. При этом луна у нас больше половины дня находится в созвездии Утара Шатха. Если вчера и до 10 утра в роль вступало созвездие Пурова Шатха, которое означает первую победу, но не окончательную, и оно достаточно ленное, да, оно может подчеркивать посыл поспать, включая того, что солнышко встает уже после 8 утра, в принципе, достаточно адекватно выспаться до этого времени. А Утара Шатха означает уже окончательную победу, и в принципе, она благоприятна для очень большого спектра действий. Но включая 4 лунные сутки, самое благоприятное, что можно сделать, это общаться с людьми, которые выше вас по какому-то статусу. Это может быть общение с отцом или отеческие обязанности, если вы родитель. Также это может быть деятельность, связанная с управлением, социальной реализацией. Но важно не поддаваться эмоциям в этот день и стремиться к своей замечательной жизни и видеть свой путь. И настрой на день. Я освобождаюсь от стремления к эксцессам и к неразумному риску. Я расстаюсь с привычкой быть всегда правым и знать ответы на все вопросы. Моя душа открыта всему, что может помочь моему развитию. Я радуюсь тому, что умею проникать сложнейшие комплексы идей. Мой ум и мой дух находятся в постоянном развитии. Я освобождаюсь от всех горестей и печалей, накопившихся в моей душе. Я отпускаю от себя свои страхи и все, что мне мешает. Я чувствую, как меня наполняет радость и надежда. Я признаю свою способность ставить перед собой разумные цели и достигать их. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости, легкости и великолепии. В качестве энергообмена я прошу вас поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий, какой у вас настрой на день, произошел ли день лучше, чем могло бы произойти после того, как у вас появилась эта информация. Потому что смысл этих прогнозов в том, чтобы настроиться на день благоприятно, а как он пройдет, может зависеть и от ваших действий, и от ваших планетарных периодов. Но в целом настрой и умонастроение иногда влияют более сильно, чем на самом деле положение транзитов, которые идут по вашей карте.